Что известно о Финляндии? Экономика республики одна из самых эффективных, очень хорошее образование, очень развита промышленность. Эти и другие достижения республики сегодня особенно заметны с территорий, которые по итогам Парижского мирного договора отошли Советскому Союзу. Мы находимся в Выборге до Великой Отечественной войны. Это центр Восточной Финляндии. Сейчас он в упадке. Городу пытаются вернуть открыточный вид, но на улицах до сих пор можно встретить послевоенные руины. Иначе в независимой Суоми. За прошлый век финны сохранили и привели в первозданный вид образцы старинной шведской архитектуры, шедевры северного модерна и функционализма. Лучшие дома включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Выборге, где сегодня не отмечают столетие независимости, напротив, архитектура в опасности. На счет сегодняшнего состояния это тоже жемчужина, но весьма, ну как бы, который трактор проехал, в общем-то, знаете, да. Вот, то есть сильно-сильно поврежденная. Когда Выборг отошел к Советскому Союзу, здание намеренно упрощали, рассказывает Евгений Балашов. Меняли парадные двери, сбивали элементы декора, флюгеры, разрушали последние этажи, а вместо старинных кровель строили плоские крыши. Привлекать к этому внимание сегодня в Выборге не принято. Здесь вообще, в отличие от Финляндии, которая последние 7 лет лидировала в рейтинге свободы слова, как будто появились запретные темы. Например, зимняя война, которую в 1939 году начал Советский Союз. Если там 5-6 лет назад, в этот, 30 ноября, и по радио, и по телевидению, что-то, там несколько слов, фраз, там, каких-то передач было в этом году, не было, по-моему, ни одной в этот день. Ни одной. Финляндия проиграла Советскому Союзу две войны. Но парадокс. Именно финнам, а не СССР, во второй половине 20-го века удалось построить социальное государство. Полезных ископаемых не хватало, поэтому основой стали инновации. Например, именно в Суоми впервые провели сотовую связь еще в 80-х. Кто придумал первый в мире стандарт сотовой телефонной связи? И почему он был придуман? Да, потому что Финляндия страна бедная, а медь, она очень дорогая. И проводная телефония, она очень разорительна в плане, тогда еще не существовало методов цифровой передачи данных. Сегодня средний доход гражданина независимой Финляндии превышает 3 тысячи евро. Для сравнения, в Выборге средняя зарплата только чуть больше 30 тысяч рублей. В пересчете на единую европейскую валюту это неполные 500 евро. Юрий Бранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Ленинградская область.